Время подводить итоги на Артик ТВ. Здравствуйте! Дед Мороз и Снегурочка уже зажгли огни на новогодней елочке, а министр спорта Олег Матыцин открыл новый фок в городе Апатиты. Так стоит ли планировать поездку в Хибины на Новый год? Как будут работать горнолыжные курорты? Узнаем у вице-губернатора Елены Дягилевой. Воздушные шарики стали причиной блэкаута в Мурманске. А как избежать коротких замыканий в квартире и правильно выбрать пиротехнику, расскажет Илья Иванов, старший дознавателем ЧС России по Мурманской области. Морская арктическая георазведочная экспедиция ввела в эксплуатацию транспортно-боксирное судно. Его назвали в честь ушедшего из жизни президента Ассоциации полярников Мурманской области и генерального директора морской арктической георазведочной экспедиции Геннадия Казанина. Казанин Эксплорер. Казанин Эксплорер – это мощное многофункциональное транспортно-боксирное судно. Оно было приобретено в Норвегии и после реактивации и обновления прибыло в новый порт приписки Мурманск. Это действительно дополнительные возможности для загрузки МАГЭ, нашей биоразведочной экспедиции и, самое главное, загрузки на высокотехнологичный проект. Это проекты Новотека, проекты перевалки СПГ, которое сейчас перешло из Норвегии в Россию. И очень важно, что наши люди, наши суда участвуют в этой работе. Экипаж Казанин Эксплорер насчитывает 15 человек, но при необходимости число можно увеличить. Судно способно осуществлять буксировку, якорезаводку, а также перевозить различные грузы, включая цемент и буровой раствор. Некоторые буровые установки позиционируются на дипи, некоторые на динамическом позиционировании при больших глубинах, некоторые при маленьких, стоят на три ноги, то есть они так называемые самоподъемные, некоторые позиционируются при помощи якорей. Вот эти якоря мы им заводим, собираем их, а эта работа очень тяжелая, очень кропотливая, якори огромные, поэтому в этом случае дополнительно нам людей присылают, то есть практически удваивают экипаж. Первый рейс Казанин Эксплорер уже состоялся. Осенью с его помощью была транспортирована буровая платформа для «Газпрома». Кстати, это судно стало третьим под российским флагом, которое МАГ привлекает для работ в Арктике. Впереди Арктика, впереди освоение Арктики, и сегодня технологии идут вперед. То, чем занимается МАГ, оно постоянно развивает новые направления, и будучи находясь здесь на борту этого судна, можно понять, что мы участвуем не только уже в гелогоразведочных процессах, но уже в процессах, связанных с транспортировкой буровых платформ, с транспортировкой перевалки жиженого газа. Судно названо в честь ушедшего из жизни в этом году легендарного геофизика и генерального директора МАГ Геннадия Казанина. Сегодня его дело продолжает сын Алексей. В рамках своего визита на судно губернатор Андрей Чибис вручил Алексею медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и медаль за заслуги перед Мурманской областью. В Первомайском районе Мурманска установили мемориал подвигу бойцов алинотранспортных батальонов защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Личный состав Северной кавалерии в основном формировался из представителей народов Севера. В упряжках перевозили боеприпасы, продовольствие, дрова и горючее, а также вели поиски сбитых самолетов и эвакуировали раненых солдат. Идею вековечивания подвига алинотранспортных батальонов впервые озвучила Афанасьева Нина Елисеевна в 2000 году. Но тогда осуществить предложение не удалось. И вновь с этой инициативой выступила Ежова Нина Яковлевна в 2014 году на съезде Саамов в ноябре 2014 года. И данная инициатива была поддержана Саамским собранием САМСОБР и началась совместная работа, итогом которой стала возможность открытия мемориала в городе Мурман. На создание мемориала правительство региона выделило грант. Автором долгожданного северянами памятника стал смоленский скульптор Игорь Чумаков. Министр спорта России Олег Матыцин прибыл с визита в Мурманскую область, чтобы оценить качество предоставляемых услуг и инфраструктуры курортной зоны Кировска-Большой Водьявры. Увиденным он остался доволен. Завидую людям, которые буквально через короткое время, надеюсь, здесь начнут кататься на лыжах, получать удовольствие от общения. Условия, которые созданы и по сервису, и по качеству дорог, трасс, я думаю, в России одни из лучших. Конечно, Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы развивалась инфраструктура. Мы знаем, что здесь также расположена спортивная школа, и надеемся, что будем в дальнейшем сотрудничать на благо, прежде всего, здоровья наших людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что волнует наших зрителей, в первую очередь? Итак, они будут работать на новогодние праздники или нет? Понятно, что всех, конечно, волнует в первую очередь этот вопрос, всех любителей горнолыжного спорта. И как, собственно, в текущий понедельник было объявлено, горнолыжный курорт будет открыт с этой пятницы. И единственное ограничение, он будет открыт для жителей нашего региона. То есть, собственно, чтобы попасть на горнолыжный курорт, нужно будет предъявить прописку, что ты живешь, проживаешь действительно в Мурманской области. И они будут открыты у нас в таком режиме до 15 января. А дальше мы будем смотреть уже на результаты того, как проведены праздники, как проведены вот эти дни. То есть, если мы себя будем хорошо вести и не болеть, то и нагородних тоже пустят. Вы катаетесь на лыжах? Да. На лыжах или на сноуборах? Горнолыжной. Поедете? Обязательно. Хорошо. Значит, мы разобрались с горнолыжными склонами, с горнолыжными курортами. Все-таки у нас повод – это открытие для разговора фока очередного. И все это делается в рамках федеральных проектов «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография». А там, где проекты такие масштабные, там всегда есть какие-то ключевые показатели. Так давайте просветим наших зрителей. Мы сейчас на каком месте очень любят мериться достижениями между собой регионы. И что нам еще необходимо сделать, чтобы оказаться в передовиках? Здесь, наверное, такие два основных показателя приведу. Первый – это касательно именно самого открытия фока. Это речь о спортивной инфраструктуре, которую мы имеем. И на сегодняшний день в Мурманской области инфраструктура, и мы загружены на 45% от потребности, от 100%. И поэтому первоочередная задача правительства, которую перед собой ставят, это, конечно же, расширение инфраструктуры для возможности заниматься спортом нашим гражданам. А почему так просили? Мы долго вообще не строили, не уделяли этому внимания. Почему так получилось? На самом деле мы же понимаем, что строительство любого спортивного объекта – это серьезное вложение средств. И самому региону, учитывая весь спектр задач, которые стоят перед регионом в части социального обеспечения, заработные платы, это же постоянный рост этих средств. И выделить серьезные, значимые суммы на развитие спортивной инфраструктуры – это всегда сложно. Но на сегодняшний день у нас, а это спорт – норма жизни, федерация подключилась и помогает всем субъектам. Да, дают федерацию на спортивные объекты. Так у нас на следующий год, например, запланировано еще два ФОКа. Это ФОК в Заозерске с бассейном и ФОК в Кандалакше для борьбы. И здесь важно, что помимо этих федеральных направлений, у нас сейчас еще мощный инструмент появился в виде партнеров. То есть, например, если взять «Газпром», у них вообще есть проект «Спорт детям». И они стремятся на территорию субъектов Российской Федерации возводить свои объекты, чтобы расширять. Насколько я понимаю, исторически все крупные компании, собственно, всегда эти объекты строили, содержали. Это потом перестрают свою социальную ориентированность. Время они стали от этих объектов избавляться потихоньку. Еще важный такой показатель хочу отметить, что несмотря на спортивную инфраструктуру, что вроде как проседаем, важный такой момент, что оценивается субъект по тому количеству жителей, которое вовлечено в занятие спортом. И на сегодняшний день в Мурманской области у нас показатель 43,4% от общего количества жителей, а средняя российская 42,3%. На один процентный пункт мы выше, поэтому в этой части мы молодцы. Получается, что все, что у нас имеется, загружено под завязку. Правильно ли? На самом деле, да. Потребность высокая. Пользуются спросом так, чтобы простаивали спортивные объекты. Такого нет, конечно же. Но наша задача, помимо того, что содержать их в отличном состоянии, стремиться расширять. Вы упомянули бассейн. Одно время мы очень по этому показателю, как это зеркало, гладь воды на душ населения, уступали другим регионам. Наверное, бассейн построить это в два раза сложнее, чем какой-то другой спортивный объект. Да, здесь учитывая чашу и все это. Но мы понимаем, что у нас наибольшее проседание именно по бассейнам по городу Мурманску происходит, потому что численность жителей наибольшая в регионе. И вот, в частности, если говорить именно о бассейнах, в этом году у нас кола рядом и бассейн «Примагу», который мы тоже на Первомайском районе планируем возводить. То есть в этом году у нас шла предпроектная разработка. И с следующего года планируем вступить уже в эту стройку бассейна. А наш исторический бассейн, он морально уже устарел? Он долго вообще может существовать? Конечно же, он требует реконструкции серьезной, на самом деле. Но пока он может функционировать в ближайшие два года, три точно, с учетом тех ремонтов, которые в летний период проводятся. Вот как интересно. Мы подобрались к нашей знаменитой площади спорта. Там и бассейн, и Ледовый дворец, и Центральный стадион. Смотрите, наш любимый хоккей, вообще зимние виды спорта, фигурное катание, наш любимый футбол. Расскажите по поводу этих объектов, что планируется делать с Ледовым дворцом, будет ли ему в ближайшее время альтернатива, какая судьба Центрального стадиона, столько было здесь всяких инсинуаций, что он продается с молотка, что кто-то его там купит. Последняя информация тоже. Успокойте наших зрителей в какой там все стадии. На самом деле, что касается Ледового дворца, он, конечно же, так же содержится. То есть вот заходишь, буквально недавно тоже была посмотреть, в каком состоянии. Потому что так вот зрительно, там очень ухаживают за ним, конечно, и зрительно стараются все это, ощущение, что он в порядке. Но на самом деле, как специалисты говорят, это тоже 2-3 года, и он будет требовать серьезных уже вложений для того, чтобы его капитальный такой существенный ремонт провести. Так как объект тоже уже не первый год у нас. Поэтому Ледовый дворец, мы понимаем, важен для наших жителей. И, конечно же, наша задача сохранить его. Если не сохранить то, в виде в котором он сейчас есть, то обязательно обеспечить этой инфраструктурой. Ну, здесь, наверное, важно отметить, что помимо Ледового дворца у нас в этом году, еще в конце декабря будет приемка ледового катка со искусственным льдом. Ну да, его будут называть «Метеор». Сейчас он как авангард числится, который находится на Орликово. То есть это дополнительный объект. Там также будут трибуны на 150 мест, если не ошибаюсь. И это тоже позволит расширить возможности занятий именно видами спорта на льду. Что касается стадиона, центрального нашего. Да, по нему идут масса слухов. Но все, что на данный момент могу сказать, что мы принимаем все усилия, предпринимаем для того, чтобы стадион остался и функционировал в том виде, как спортивный объект. Чтобы там не было никакого рынка, никакой застройки. Нет, конечно. Наша задача, чтобы он выполнял свое предназначение. Поэтому мы работаем. Так, все, что касается наших нацпроектов, еще какими-то цифрами вы нас порадуете, похвастаетесь? Ну, объекты основные я перечислила, которые у нас в текущем году вводятся. Но еще, наверное, скажу про Долину Уюта. Там у нас также идет реконструкция в плане лыжероллерной трассы завершены. И это позволит заниматься как зимой лыжникам, так, собственно, и в летний период. Кроме того, там крытый хоккейный корт подходит к завершению. Тоже к концу декабря сдача должна быть. Это вот в плане благоустройства Долины Уюта с точки зрения именно спорта. Кроме того, бассейн в Коле, вот, назвала, да. Два фока на следующий год. И вот важный результат, ну, надеюсь, результат в будущем приезда Олега Васильевича Матыцина к нам. А он теперь часто к нам будет приезжать? Есть что посмотреть? Мы надеемся, что ему очень понравился регион, ему понравился Кировск, ему понравился вот этот вот снег, которого в Москве нет, а у нас есть. Ну, у нас тоже, честно говоря, нет. Ну, в Кировске, вот скажу вам, когда были как раз вот все, просто деревья все стояли белые, пушистые, потому что до этого прошел какой-то дождь, сверху снегом, и они просто все как сахарные были. Это, конечно, был восторг. И вот суть того, что мы, соответственно, подготовили необходимое обращение, и это развитие натурбана. Санный спорт, Кандалакша у нас славится этим направлением, у нас много чемпионов, которые по России именно в санном спорте, они вышли из Кандалакши. И договоренность достигли проработать вопрос, чтобы там сделать нормальные трассы новые, и чтобы там более профессионально развиваться. Об этом, говорят, с временем Саря-Гарова. Очень хотелось бы, чтобы сказка стала явной. Проект есть. Проект есть, да. И надеюсь, все получится. Пожалуйста, вот еще один вопрос по поводу бассейна все-таки в Коле. Вот сейчас можно сказать, когда он будет? Через год, к лету? Он, если не ошибаюсь, он у нас должен до весны вестись, потому что там уже такой на подходе, на стадии завершения. Вы сами упомянули спорт, высшие достижения, профессиональные. Так понимаю, это еще один критерий, по которому оцениваются успехи региона. Кроме спортсменов, которые результаты показывают на натурбане. Кто еще нас радует? Ну, наверное, возьмем этот год за пример, да. Ну и вообще в целом инфраструктуру. У нас в целом 40 спортивных школ. Спортивных в плане есть 11 из них Олимпийского резерва, 22 детско-юношеского спорта. Занимается в них более 22 тысяч ребят. И в части показателей, да, у нас в команды России, по представлению России, да, из Мурманской области входит 95 человек. Если брать именно, что в текущем году, какие достижения, по-моему, более 76 медалей завоевали ребята в различных чемпионатах, как по России, так и Европе и мира. То есть это тоже такой показатель. Ну и если говорить о спорте... А вы не понимаете, в каких видах спорта они нам принесли медали? Ну, здесь мне сложно назвать, но это, понятно, зимние, в первую очередь, пиатлоны, зимние виды спорта. Когда опрос проводили среди родителей, все-таки оказалось, что у нас на первом месте по популярности футбол, да, пресловутый потом плавание и, не помню, еще какой-то вид спорта. Ну, здесь, наверное, потому что это к массовости больше относится. Понятно, что лучшие достижения также есть. Ну, почему родители называют, потому что это более массовые виды спорта. Если говорить о плавании, у нас, например, программа есть специальная для бесплатное плавание, да? И дети от 6 до 10 лет, вот это... Меря плавать. Да, 500 ребят в год ходят, занимаются. От 50 женщины и от 55 мужчины также программа есть. То есть это более 7 тысяч человек в год занимаются. И плюс еще у нас муниципальное образование к этому проекту в этом году присоединились. Поэтому и там на базе бассейнов тоже такие мероприятия организуем. Поэтому, я думаю, по этой причине называется. Потому что, ну, что проще, бассейн и футбол. Иные виды спорта. У нас 12 базовых видов спорта, которые... В рамках которых у нас высшие достижения могут быть определены федерацией. Ну, и как, чтобы понимать, как определяются базовые виды спорта, да? Это те виды спорта, по которым у нас наилучшие результаты достигнуты, оцениваются. Вот там ряд, если не ошибаюсь, 11 критерий, по которым идет оценка, как развивается спорт в регионе. И в том числе это должны быть высшие достижения, победы, благодаря которым этот вид спорта может в базовый попасть. Так, у нас все долго ждали, когда у нас работают не только филармонии кинотеатра, но и когда соревнования разрешат. И, собственно, начали с базовых видов спорта, да? Да, совершенно верно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, тоже где-то с середины декабря или с 1-го числа им уже разрешили проводить. Да, с 1-го декабря мы начали спортивные мероприятия. А все остальные? Я в этом списке долго искала хоккей с шайбой, поскольку мой ребенок именно в такой школе занимается. И не могла найти. Ну, к сожалению, хоккей с шайбой у нас не относится к базовым видам спорта. Но вместе с тем, учитывая запросы граждан, мы все-таки приняли решение, что не только базовые виды спорта будут, возможно, соревнования. Поэтому буквально на этой неделе мы приняли такое решение. И все виды спорта могут проводиться соревнования. Но единственное, понятно, цепочка это соблюдение мер предосторожности всех необходимых и согласование с Роспотребнадзором формата проведения соревнований. Поэтому все соревнования разрешены. Все успехов. Все-таки массовый спорт. Я знаю, что гости нашего города удивлялись, какое количество у нас беговых клубов. Как у нас все любят бегать. И, наверное, те, кто бегают, периодически просят о какой-то инфраструктуре. Ну и мы видели все летом, что у нас появились велосипеды. И лыжня зовет. Вот этот настолько массовый спорт, где, наверное, не сосчитать всех людей. Что у нас с лыжами, что у нас с бегунами, что у нас с велосипедами. С инфраструктурой для людей, которые на свежем воздухе занимаются физкультурой. Мы понимаем, что это виды спорта, наверное, также больше можно отнести. Понятно, есть профессиональное направление, где уже подготовка идет серьезная. Но мы понимаем, что бег, что велосипед, что лыжи. Это, по большому счету, массовые виды спорта, которыми может каждый себе позволить заниматься. Здесь не нужны какие-то особые разрешения. Есть как освещенные трассы. Два с половиной километра у нас за Ленинградкой. Потом, опять же, Долина Уюта, то, что я сказала, уже лыжероллерная трасса. Там также могут заниматься. Кроме того, там понятно, что есть масса, количество трасс, лыжни, где можно заниматься. Потом у нас такой вот проект в этом году пошел. Это прокат велосипедов. Мы видели, что пользуются популярностью. Люди довольны, катаются. Это тоже здорово. Поэтому, ну и бег. Бег понятно, что бегуны, такие люди, которым границы не выставишь. Они могут бежать и по тротуару, по городу, а могут и по стадиону. В этом году у нас стадион, опять же, вводится. Но завершение будет в следующем году, который в Росте. Стадион «Авангард» тоже название. И там необходимо его довести до ума с точки зрения конькобежной дорожки, хотим сделать. И плюс трибуны. То есть тоже большой стадион, где можно будет заниматься спортом, как любительским, так и таким. Да, было бы желание. Скажите, а вы находите время для занятий спортом? Вообще, члены правительства, у вас там какие-то, как это назвать-то, спартакиады не проводятся между отделами? На самом деле, у нас задача такая стоит. Мы понимаем, что сейчас пандемия, конечно, наложила свой отпечаток. Но задача перед нами такая стоит, перед Министерством спорта. Как минимум, организовать вот эти процессы, чтобы мы все были вовлечены в спортивные мероприятия. С участием муниципальных органов власти. Какой-то соревновательный дух такой устроить, сплочение командное. Но пандемия, конечно, нас пока в этом ограничивает. Но если уж говорить о занятиях в спорте, то, в принципе, мне кажется, у нас нет неспортивных членов правительства. То, что по времени ограничено, конечно, здесь уже кто как находит. Поэтому на так все спорт любят, занимаются. У кого лыжи, у кого там спортклубы, у кого занятия фитнесом. Все стараются найти по возможности время. Меня продюсеры очень просили спросить вас про сложности и вызовы. А какие сложности и вызовы? Кстати, будет у нас в этом году праздник Севера? Я думаю, это главный вызов. Это вызов. Это вызов. Звать в гости или нет? Да, это вызов коронавирусу. Да, и здесь, наверное, задача наша общая всех. Как мы соблюдаем меры предосторожности, так мы и проведем весну. С праздником Севера или без праздника Севера. Мы, конечно, очень рассчитываем на то, что все-таки сейчас уже, когда наблюдаешь за людьми, видишь, что все-таки уже как-то более осторожно, чаще в масках ходят. То есть стараются все-таки соблюдать. Но основной вызов, наверное, который я вижу именно перед правительством региона, это обеспечить инфраструктурой максимально до 100% весь наш регион спортивной инфраструктуры, чтобы люди занимались. И важный такой элемент, который на сегодняшний день встраивается в современную спортивную инфраструктуру, о чем и министр спорта Алик Васильевич тоже подчеркнул неоднократно, что спорт, спортивные объекты, это не должны быть объекты, которые просто предоставляют спортивную инфраструктуру для граждан. Они должны эффективными быть. Эффективными с точки зрения того, чтобы они умели управлять своей собственностью и на объекты, чтобы приходили люди не просто позанимались там в зале, а, например, чтобы это было интересно. То есть кафе, какие-то... Центры притяжения вместо торговых центров, альтернатива. Чтобы и позаниматься было, и отдохнуть как-то, чтобы каждый нашел свой интерес. И чтобы действительно центры притяжения были, вы правильно говорите. Общественное пространство. Спасибо большое. У нас была Елена Васильевна Дегерева в гостях вице-губернатора Мурманской области. Хотите познакомиться с Еленой Васильевной лично? Ищите ее на склоне в Кировске. Большой будет явор на новогодние праздники. Она там обещала быть. Спасибо большое. Спасибо большое. Команда по хоккею с мячом Мурман провела очередной матч чемпионата России на домашнем стадионе. На этот раз наши хоккеисты встретились с игроками Сипсельмаша из Новосибирска. Этот матч – второй, на который пустили болельщиков после снятия ограничений на проведение спортивных мероприятий со зрителями. И мурманчане этот жест оценили. Трибуны забиты плотно, но с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Люди стоят в масках и на расстоянии друг от друга. На качество поддержки социальная дистанция не влияет. А потому трибуны то и дело взрываются громкими криками. За долгое время перерыва северяне истосковались по спортивным событиям. Поболеть за любимую команду на стадион приходят целыми семьями и верят в победу желто-черных, несмотря ни на что. Команда Сипсельмаша из столицы Сибири организована, у нее очень мощная атака. Упорнейший матч качели. Но мы надеемся, что во втором тайме спортивное счастье будет на нашей стороне. За этим мы пришли поддержать свою команду. И до последней секунды матча мы будем верить и дождемся своей победы. Прошлый матч Мурмана с московским «Динамо» закончился поражением. И хоккеисты сделали выводы. В этот раз поединок был напряженней. Сипсельмашу удалось прорвать нашу оборону и закатить первый мяч в ворота. А уже через несколько минут мурманчане, чувствуя поддержку болельщиков, сравняли счет. Мы очень ждали наших болельщиков на трибунах. К сожалению, из-за пандемии это было невозможно до определенного периода. Но сейчас очень рады и ждем все больше и больше наших болельщиков, чтобы нас поддерживали. Долгое время команды шли ноздря в ноздрю. То и дело пытались прорваться к воротам соперников, но не могли пробить оборону. И только на последних минутах первого тайма Сипсельмаш снова вырвался вперед. Матч на матч не приходится. Это спор. Где-то лучше, где-то хуже. Но на мой взгляд, команда сегодня выступает достойно. То, что после первого тайма счет 1-2, ну это спорт. Просто соперники лишь завали на один момент больше. Хотя у нас, вы сами видели, моменты тоже есть. Поэтому не могу сказать. К сожалению, не был на матче с Динамо, только переборел коронавирусом. Но сегодня команда смотрится достойно. Все возможности того, чтобы отыграться и победить, у нее есть. Возможности для победы действительно есть. Лед на стадионе успели качественно приготовить благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта. С помощью организации отремонтировали раздевалки, душевые, трибуны. Да и болельщикам теперь удобнее. Новая звуковая аппаратура не искажает звук. Комментатора слышно в любом конце стадиона. Остается только побеждать. Это третья домашняя игра команды Мурман в этом сезоне. Мы, несмотря на то, что испытывали проблемы с подготовкой льда к первой игре, мы одержали победу. Вторая не совсем успешная прошла для нашей команды игра. Но, тем не менее, это заряжает, это аккумулирует на новые достижения команду. И я хочу поблагодарить администрацию Мурманской области за то, что разрешили на самом деле присутствовать на матчах под открытым воздухом, под открытым небом болельщиков. Потому что для нашей команды это самая серьезная мотивация. В этот раз, однако, поддержка болельщиков не помогла. Удача оказалась на стороне новосибирцев. Итог матча 6-3 в пользу Сипсельмаш. Следующая встреча в рамках чемпионата России по хоккею с мячом состоится 11 декабря. Мурман сразится с уральским трубником из Первоуральска. Для справки, хоккейный клуб Мурман – самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная команда в Мурманской области, выступающая в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского и регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба. Мурманский морской торговый порт – один из его основных партнеров. Вместе с переходом в Суперлигу, то есть игр за Кубок чемпионата России по хоккею с мячом, у Мурмана появилась и молодежная сборная. Она базируется в Мончегорске. Ребятам также оказывается поддержка. Игру хоккейного клуба Мурман засудили. Такой вывод сделали не болельщики заполярной команды по хоккею с мячом, а специальная комиссия – спортивная федерация. После анализа видеоматериалов с матча, который состоялся 8 декабря в Мурманске против команды из Новосибирска «Сипсельмаш», специалисты сделали выводы, что решения судейской бригады в целом нужно считать верными. За исключением трех эпизодов – 65, 86 и 90 минутах матча. Описание ошибок, которые совершили арбитры, опубликованное на сайте Федерации по хоккею с мячом. В качестве наказания судям снизили рейтинг, а одного из них отстранили от матчи. Но хоккеистам из Мурмана от этого не легче. Итоговый счет 6-3 в пользу «Сипсельмаша» останется неизменным. Прямо сейчас реклама на телеканале Артик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Артик ТВ в студии Александра Ритунская. Открытие кинотеатров ждут не только кинолюбители, но и сами сотрудники. Они 17 декабря обещают показать не только новинки, которые будут согласно установленным датам, но и киноленты, завершившие прокат не так давно. Повышать цены на билеты не будут. Наоборот, рассматривается вопрос о предоставлении скидок некоторым категориям граждан. Чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, зрителям необходимо находиться в масках. Однако любители попкорна и напитков смогут на время перекуса снимать их. После каждого сеанса будет установлен получасовой перерыв для санобработки. А во время показа зрители должны сидеть согласно купленным билетам через одно-два кресла. Исключение можно сделать парам, которые придут на сеанс вместе. Это 50% загрузка зала. Будут люди покупать, то есть без разницы, либо здесь в терминалах, либо на сайте. Все билеты будут изначально забронированы места, на которые невозможно купить билеты. На сегодня кинотеатры готовы к открытию. В процессе сейчас мы заказываем фильмы, которые должны прийти уже к концу этой недели, составить расписание и закупить товар. На этой неделе произошло сразу несколько серьезных аварий. Одна из них на автодороге Р-21 «Кола». Автомобиль вынесло на обочину, после чего он врезался в световую опору. Судя по гадрам с места ЧП, столкновение было очень сильным, ведь легковушка буквально намотала на стол. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Они были доставлены в медицинское учреждение города Мурманска. А вот что стало причиной аварии, пока сказать сложно. Но, скорее всего, водитель старенькой «Вольво» не рассчитал скорость. Ведь в таких метеоусловиях нужно быть предельно аккуратным, особенно управляя автомобилем с классической компоновкой, то есть задним приводом. Еще одно ДТП произошло в Мурманске на проспекте Кирова. Водитель внедорожника не захотел уступить дорогу микроавтобусу. В результате столкновения грузовичок вылетел на тротуар. Очевидцы аварии сообщают о том, что за рулем внедорожника «Мерседес» сидела беременная девушка. Именно она, по предварительной версии, стала виновницей ДТП. Водитель, выезжая с улицы «Зеленая», не уступила дорогу микроавтобусу, который двигался по главной дороге – проспекту Кирова. Оценить масштабы ЧП можно по кадрам с места происшествия. Столкновение было неслабо. Девушку доставили в больницу. Информации о состоянии пока нет. В четверг в Мурманске наступил блэкаут. Почти на час погас свет в большинстве домов Октябрьского округа. В остальных районах Мурманска, как отмечали жители, наблюдались незначительные перебои с подачей электроэнергии. По информации компании МРСК Северо-Запада, причиной технологического нарушения стала связка воздушных шаров, которая попала в распределительное устройство подстанции и вызвала короткое замыкание. Бэкаут нарушил работу многих организаций. В городе, по словам очевидцев, выключились светофоры, было затруднено движение транспорта, парализованные троллейбусные пассажироперевозки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вносить какую-то конкретику, давайте возьмем период новогодних праздников, например, с 30 декабря по 10 января включительно. В среднем случается от 8 до 12 пожаров, именно пожаров, то есть имеется в виду, горят гаражи, квартиры, машины и так далее. Наиболее распространенной причиной возникновения этих пожаров является либо неосторожное обращение с огнем, либо аварийный режим работы, электрооборудование, то есть это короткое замыкание, выноса, напряжение и так далее. Так а мы вот говорим о том, что нужно внимательно относиться к выбору новогодних украшений и не брать низкопробные, без сертификатов, какие-то китайские гирлянды. Хотя, мне кажется, китайцы хорошо все уже начали сделать, но тем не менее. Насколько часто вот эти красивые вещицы, переливающиеся, становятся причиной беды? Смотрите, но выбор именно гирлянд, мы имеем в виду сейчас, в частности, украшения на елке, все-таки должны складываться определенные факторы при выборе гирлянд. В первую очередь вы должны посмотреть изготовитель, кто является изготовителем, чтобы инструкция была именно на русском языке, а не на китайском, чтобы был указан срок годности данного изделия. Все-таки электрические провода имеют свойство такое, как стираться, износиться, может нарушена быть изоляция. Опять же, если соблюдены все требования на упаковке, необходимо уже произвести свой визуальный осмотр данного изделия. То есть, опять же, повторюсь, чтобы не было нарушений изоляции, чтобы было в целостном состоянии дан штекер, который вставляется в розетку. Ну, понятно. И все-таки, скажите, пожалуйста, вот мы все китайские, гирлянды, в какой процент действительно виновницами возгорания становятся украшения новогодние или все же человеческий фактор? Это выпил лишнего, уснул, не потушил сигарету, забыл выключить газ? Ну, именно вот, если берем в частности Мурманск, все-таки в 90% это человеческий фактор. Это алкоголь, притупление внимания, сигарета и ввиду этого случается пожар. Вот у нас главный санитарный врач в прошлом, депутат Государственной Думы, Анищенко, предложил уже вообще новогодние праздники упразднить, уже второго предложить россиянам выйти на работу, потому что слишком мы себя плохо ведем, и нагрузка возрастает на скорой помощи и медиков. Ну, я так понимаю, и на спасателей тоже нагрузка возрастает. Вообще, как вот эта вся пандемия, связанность с неограничения, сказались на этой печальной статистике каких-то пожаров и происшествий? Вот когда у нас был локдаун, так называемый, весной, что вы фиксировали? Ну, был замечен, в первую очередь, незначительный рост пожаров, ввиду того, что все-таки люди находились дома. В первую очередь, они перегружали тем самым линию электросети, тем самым у нас происходили короткие замыкания в электросчетах или просто в розетках в жилом фонде. И опять же, стоит отметить, что люди, которые находились значительное время дома, могли начать злоупотреблять алкогольными напитками, ввиду чего происходили пожары при неосторожном обращении с огнем. Вот на Медне я поинтересовалась у сити-менеджера Мурманского, будет ли у нас салют. Он обнадежил, что будет. Правда, всех секретов не открыл, когда и в каком объеме. Что у нас с салютами, вот этими... Пиротехническими изделиями. Пиротехническими, да, изделиями. Правила, еще раз давайте напомним, где вообще их можно пускать. Ведь вообще звучало, что только в определенных местах. Местах, да, конечно. Ну, начнем, если действовать по такому же принципу, как выбрать пиротехническое изделие, то нужно руководствоваться абсолютно той же системой выбора. То есть вы должны определить... На пиротехническом изделии в первую очередь должны быть меры по пожарной безопасности и правилам применения данного пиротехнического изделия. Также там должен быть указан класс пожарной опасности. Первый, второй, либо третий. Третий самый опасный. То есть третий не берем сразу же? Третий, это у нас салюты. Ну, большие. А, то есть они всегда опасные. Большие салюты. То есть берем, но понимаем, что это опасно. Да, но мы их, если и берем, то должны соблюдать, конечно, все требования пожарной безопасности. В первую очередь на открытой территории, да, чтобы рядом не было никаких объектов защиты, машин. Опять же, хотел вернуться к пожарам. Перед своим уходом, пожалуйста, закрываем балконы, окна. Потому что буквально в прошлом году было два случая попадания салютов, петард в балкон. Ввиду чего происходили пожары. Илья Вадимович, ну что-то я не припомню, чтобы у нас были очень законопослушные граждане. Все устремлялись на какие-то специально отведенные площадки. Вышли из дома. Запустили. Запустили и вернулись домой. Кто вообще должен это контролировать? Кто будет охотиться в новогоднюю ночь за теми, кто в салют? Исходить, опять же, из числа сотрудников полиции, даже если взять общее число сотрудников полиции, МЧС или еще каких-либо силовых структур, той же Росгвардии, нас чисто физически не хватит за каждым следить. То есть здесь, опять же, нужно обращаться к сознательности каждого гражданина нашего города. Дети и притехнические изделия, хлопушки, бенгальские огни, есть какие-то наставления? Смотрите, вот что касаемо бенгальских огней, хоть они и являются безопасными, то есть их не запрещено поджигать дома. Но я бы просил заметить, что вот этот гриф, который нагревается, он нагревается до 1500 градусов. То есть, представляете, если ребенок схватится за эту горящую палочку, я думаю, будет очень больно и малоприятно. Что касаемо искр, летящих во все стороны, я считаю, занавеска от такого может вспыхнуть на раз-два. Так что все-таки я считаю, что нужно придерживаться того, что пиротехнические изделия равно улице. Все ли знают, как себя действует в случае, если пожар произошел? Что нужно делать? В первую очередь оценить обстановку, оценить... Горит занавеска? Горит занавеска, все. Сколько человек, взрослый берет, эвакуирует детей, не знаю, если там жена в состоянии собрать документы, удостоверяющую личность, ну, все необходимые. Соответственно, закрыть дверь, эвакуироваться, вызвать пожар. А самим не надо тушить занавеску? Срывать ее, топтать, накрывать, поливать? Занавеска – это такой материал, от которого... Ну, что, в основном это полиэстер, если я не ошибаюсь, да? Если его вздохнуть раз-два, и мы же сейчас рассматриваем новогодние мероприятия, люди будут выпиты, подвыпиты, так скажем, да? И будет достаточно одного-двух вздохов, чтобы остаться там. Так что я считаю, в таких случаях лучше эвакуироваться. Хорошо, а что у нас еще горит, кроме вот текстиля домашнего? Еще какой-нибудь пример? Да, абсолютно все. Мебель, не знаю. То есть в любом случае берешь документы детей и убегаешь? Да, да, да. В первую очередь, это основные действия. А есть случаи, когда ты все-таки должен какие-то мероприятия провести и пытаться локализовать? Хорошо, есть много случаев подгорания пищи. То есть наши граждане... Ну, это-то можно не бросить? Наши граждане с этим, хочу сказать, очень неплохо справляются, да. Да, то есть как бы все-таки в основном я представляю, что газовая плита или электрическая, она находится все-таки на кухне у всех, да? Там есть вода? Там есть вода, и все-таки можно в любом, думаю, состоянии... А есть ли искрит-розетка? Тоже убегать? Искрит-розетка. Или обесточить? На такие случаи вообще бы хорошо иметь дома огнетушитель, если честно. Предупрежден, значит, вооружен. Спасибо большое. Илья Иванов был с нами, старший дознаватель, Главного управления МЧС России по Муромской области. Я надеюсь, что ваши советы не пригодятся никому из наших зрителей. Спасибо большое. Вам спасибо. С наступающим вас тоже. Квитанции за услуги с ЖКХ красного цвета вскоре обнаружат в своих почтовых ящиках жители Мурманской области. Таким образом решили извещать злостных неплательщиков о накопившихся долгах за коммуналку. Эти красные листки – квитанции за отопление, которые скоро отправятся в почтовые ящики северян. Яркий цвет был выбран не случайно. Так сотрудники МЭС решили напомнить злостным неплательщикам об их долгах. Мы видим, что у нас каждый десятый, к сожалению, человек является недобросовестным плательщиком. Не факт, что он является должником. Он может иметь и задолженность от двух до трех месяцев и платить раз в полгода. Но он это делает. С другой стороны, если на это посмотреть, то опять же копить задолженность ежемесячно – это не самая правильная практика. И все-таки на эти деньги рассчитывают и управляющие организации, и ресурсонабжающие организации. 4 миллиарда долга – итог накопленных за несколько лет неплатежей от жителей Мурманской области. Эта сумма почти равна затратам на один отопительный сезон в регионе. Красный цвет квитанции – как психологическое оружие для тех, кто давно откладывал оплату в долгий ящик. Сколько получают кочегары, насколько крепкое рукопожатие нового директора МЭСа и где компания строит новую котельную. Корреспонденты «Арктик ТВ» проехались по объектам североморского филиала «Мурман Энергосбыта» вместе с Аллой Истоминой. Алла Истомина – первая женщина-руководитель крупнейшего теплоэнергетического предприятия «Заполярье». Более четырех десятков котельных и тысячи километров сетей по всей Мурманской области. От Баренцева моря до Белого. За один день все это хозяйство не объедешь. Ну а чтобы познакомиться со всеми сотрудниками лично, потребуется не один год. Ведь на предприятии трудится более четырех тысяч человек. Примерно столько же живет в Умбе или Молочном. Немногим больше населения и третьего Североморска, куда сегодня приехала Алла Истомина. Новый директор кабинету предпочитает производство, а с рабочими всегда здоровается за руку. Зашла с нами, с людьми, как бы это общается, за руку поздоровалась. Для меня это нормально, во-первых, потому что мы производственники и хочется личного, наверное, контакта. Это личное знакомство с работниками, мне хочется погрузиться в коллектив и это тоже определенное погружение. Мне кажется, людям приятно, а мне это исключительно приятно. Кроме технических характеристик котлов и насосов, руководитель интересуется бытовыми условиями в котельных. Они в настоящий момент очень скромные, впрочем, как и зарплаты персонала. Я знакомлюсь, еще нахожусь в процессе. Средняя заработная плата за прошлый год по предприятию сложилась чуть более 50 тысяч, по рабочим чуть более 40 тысяч рублей. Я думаю, что мы отстаем в целом по отрасли. Есть очень много бытовых помещений, которые необходимо отремонтировать. В этом смысле, наверное, неплохо бы вернуться к программе «Уют на производстве». Сейчас мы ее рассматриваем и постараюсь найти какие-то финансовые возможности для того, чтобы вернуть эту программу на производство. Всего в североморском филиале компании 11 котельных. Большие мазутные, как это, или маленькие угольные, как в старом Росляково, где до сих пор используют ручной труд. И женщины кидают лопатами уголь в вагонетки. Большинство из них нуждаются в модернизации. А где-то, как, например, в микрорайоне Кортик, Североморска, проще построить новую модульную котельную. Это идет реализация инвест-программы у нас. До этого год мы занимались разработкой проектной документации, прохожением необходимых экспертиз. В этом году мы получили разрешение строительства и начали строительство объекта. Сейчас там уровень земляной работы, заливка плиты под здание котельной. Уже скоро подрядчики обещают установить на этом месте дымовую трубу. А пока сотрудники старой котельной с любопытством наблюдают за стройкой по соседству. Машинист котлов Надежда Алексеевна еще помнит, как 10 лет назад Кортик отапливали котлы с чугунными секциями внутри. С тех пор, конечно, оборудование обновили. Но и оно требует постоянного ремонта. Да и мазут нынче не в почете. А флотский, на котором работает эта котельная, доставшаяся по наследству от военных, очень дорогой вид топлива. Как только от него откажутся, расходы предприятия сократятся сразу на 40 миллионов рублей в год. А значит, снизятся и субсидии из областного бюджета. На центральной площади Мурманска Дед Мороз и Снегурочка зажгли главную елку. Огромные звезды и гирлянды. Маленькие огонечки и лампочки настолько ярко осветили площадь, что никакая полярная ночь теперь мурманчанам не страшна. В этом году вообще бесподобно. Елка красивая. Очень все прекрасно. Нам очень нравится. Очень замечательно, светло, ярко. Детям нравится. И нам тоже. Охраняют зеленую красавицу большие величественные олени. Самые северные новогодние животные словно только что примчались со сказочной страны, чтобы создать неповторимую праздничную атмосферу и особое настроение. Не на этих ли оленях приехал Дед Мороз со Снегурочкой из своего волшебного края? В этом году мне нравится елка. Елка вообще классная. Тогда была какая-то синяя, но в этом году класс. Все нравится, все. Для детей очень мне нравится. Олежки так вообще просто прелесть какая-то. В общем, все красиво в этом году. Несмотря на все сложности, которые нам пришлось пережить в этом году, всегда хочется надеяться только на хорошее. Мурманчане уже начинают поздравлять друг друга с предстоящим праздником, желая, чтобы все трудности и невзгоды унесла на своем хвосте серая мышка – символ уходящего года. Хочется, конечно, чтобы 2021 год принес только самое хорошее здоровье, благополучие, свободу перемещения, исполнение всех желаний. Всех с наступающим новым годом. Если по какой-то причине у вас еще не появилось праздничное настроение, то смело отправляйтесь на прогулку по городу. Яркие, красочные экспозиции, разнообразные тематические фигуры и множество гирлянд, размещенные во всех районах города, никого не оставят равнодушным. Активизировались и вандалы. В сети уже появилось видео, как какой-то молодой человек по имени Колян, по крайней мере так его называют друзья, решил оседлать светящегося оленя на пяти углах. Также неизвестные испортили шарики в подсвечниках, а по световому пану времена года в Первомайском районе дети катаются как с горок, причем с разрешения родителей. Чего же дергать-то ее? Пускай стоит, светит, а то дернешь лампочку, потушишь ее, может быть там цепь целая. Очень жалко, потому что это все для жителей, для города, для того, чтобы мы чувствовали себя лучше, как-то веселее. Это варварство, я считаю. То, что сделано руками, это бесценно. Теплоту человеческой души и отношения человеческие должны всегда цениться. В России, говорят, дороги и дураков предостаточно. Ну, дороги, конечно, можно построить. Но русскую идиотизму, извините меня, я от себя тоже, если не кровно русский, по культуре русским считаю себя, но она нестремима, к сожалению. Ну, идиот уже хватает. Зато, если верить статистике, россияне стали реже делать вылазки за живыми елками в лес. Да и в целом, заготовка живых ели в России за последние три года снизилась на 30%. Это связано с ростом экологической грамотности у населения. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, запасы ели в России составляют почти 10 миллиардов кубических метров и располагаются на площади 76 миллионов гектаров. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии. Три года назад страну облетела жуткая новость. Мужчина вывез жену в лес, отрубил ей кисти рук. Маргарите Грачевой врачи сумели спасти одну руку, на второй теперь протез. Тем не менее, девушка нашла в себе силы начать жить заново. Сегодня она автор книги, участника десятков проектов «Мама и жена». Маргарита Грачева стала известной не по своей воле. Несколько лет назад СМИ пестрили различными материалами о том, что муж Риты приревновал супругу и тщательно спланировал наказание. Теперь от бывшего возлюбленного у девушки двое сыновей, протез и тяжелая история из прошлого. «Тяжелый вопрос. В моем случае я сразу здраво понимала, что нельзя судить весь мужской пол по одному человеку. Но вообще это сложно. И так как мне в месяц стабильно 2-3 женщины пишут, которые пережили насилие или происходит насилие сейчас, это тяжело. И в большинстве случаев нужно работать с психологом, потому что это постоянный, когда юзер тебя прижимает, это тяжело, потому что ты реально не доверяешь». Но сегодня девушка светится от счастья. Рядом с ней сильный и надежный человек. Около 10 лет назад Макс отправился за лучшей жизнью в Санкт-Петербург, покинув родное Заполярье. По основной деятельности Максим строитель, а душой привязан к музыке. «Представьте себе, по-нескому нашли, гуляли, проезжали. Огни красиво, фонарики. И вот стоит группа, гитара, барабаны, бас. И ребята, музыканты играют известные хиты. Собирается куча народу. Мы как-то считали, почти 300 человек собралось на улице в круг. Даже машину мешали проехать, настолько много людей». С детства парень играет на гитаре и освоил еще несколько инструментов. В городе каналов и мостов он развивается в музыкальном направлении, играет уличную музыку в кавер-группе. Но по некоторым вещам из мурманского прошлого, признается парень, он очень скучает. «Первое, по родителям увидеть там. То есть вижусь редко и очень скучаю. Они тоже скучают. Второе, это по северному сиянию, потому что меня тут мучают тоже. Говорят, что вот там сияние, что это? Ну это отдельная прям тема. Там люди, многие даже не верят, что такое может происходить. Сталкивались, наверное. И третье, по нормальной рыбе. Серьезно, по нормальной вкусной рыбе». И как бы не хотелось говорить с Максимом о Мурманске и Заполярном, в городе, в котором он родился и вырос, постоянно возвращаемся к их совместной семейной жизни. Уже больше года ребята находятся в официальном браке. Однако признались в этом только пару месяцев назад. «Мне хотелось просто безумной огласки, потому что даже тут, когда была годовщина, ну все думали, что свадьба, часто звонили СМИ и просили, ну мы тихонечко постоим в уголочке, поснимаем. Ну как бы все понимают, что тихонечко это не получается. Поэтому хотелось, чтобы это был наш праздник и чтобы мы провели его только вдвоем». «Ну да, как говорят, типа вот они сейчас поженятся, там надо смотреть, что будет у них там через год вообще, да какие-то будут отношения. А тут уже вроде как год прошел, собственно уже и что смотреть, «Ну все хорошо, значит хорошо». А познакомилась пара в интернете. Как уверяют, сама судьба заставила Риту заметить среди тысяч сообщений оригинальное послание. Затем ребята встречались, переезжали и, наконец, устроились в городе на Неве. Сейчас трудно их представить друг без друга, как будто так было и всегда. Только протез и шрамы на теле и душе напоминают, через что пришлось пройти, чтобы теперь быть вместе. У Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина 12 детей с рожденными пороками сердца получили эндоваскулярное лечение. Операции провел опытный столичный хирург. Несмотря на то, что маленькая Саша провела в больничной палате всего несколько дней, она уже поскорее хочет отправиться вместе с мамой домой. А еще, чтобы пришла тетя в белом халате и убрала установленный в ручке катетер. Он мешает девочке играть любимыми куклами. Врачи пообещали, что скоро желания Саши осуществятся. Все замечательно. Поступили мы 3-го числа, вчера уже 4-го нам все сделали. То есть все это очень быстро. Естественно, ребенок боялся, ну и мама боялась. Но все хорошо. Я думаю, что все хорошо. У нас в понедельник уже вывешут. Через некоторое время Саша и вовсе не вспомнит, что когда-то врачи закрыли в крошечном сердце отверстие, мешающее нормальному развитию ребенка. А все потому, что сейчас такие сложнейшие операции выполняются малоинвазивным способом, то есть через небольшой разрез в области паха. Ранее такие операции выполнялись в основном с использованием искусственного кровопрощения, когда выполнялась остановка сердца, разрез на грудине, разрез на сердце. Сейчас эти операции занимают буквально 15 минут. Через 15 минут у ребенка полностью излеченная перегородка. Через 3-6 месяцев ребенок может вернуться к своей полноценной жизни, к своей физической активности. Вот так быстро опытные хирурги могут избавить ребенка от врожденного порока сердца. Серьезнейшие аномалии, приводящие к нарушению нормального тока крови. Только руками Ашота Григорияна в Мурманске выполнено уже порядка 70 операций по исправлению этих дефектов. Хирург приезжает в Заполярную столицу уже в шестой раз, чтобы спасать детей от страшной патологии, смертность от которой очень высока. Частота порядка 1% таких пороков и актуальность их хирургического лечения своевременного подтверждается тем, что в структуре смертности врожденные пороки занимают первое место у новорожденных. Еще недавно деньги на такие высокотехнологичные операции приходилось собирать неравнодушным людям. Благодаря благотворительным фондам дети, родившиеся с пороками сердца, имели шанс на помощь. Но ждать, пока наберется нужная сумма, иногда возможности не было. Счет буквально шел на часы. Поэтому с 2019 года детей оперируют за счет регионального бюджета. Средства на такие операции, они из бюджета выделяются регулярно, выделяются в полном объеме для того, чтобы покрыть всю возникающую у нас потребность. В таких операциях, ну, сами видите, да, что несмотря на пандемию, вот это оказание высокотехнологической помощи у нас продолжается, и мы это не останавливали. В этот раз врачи помогли 12 маленьким пациентам. Хирурги не только сохранили детям жизнь, но и повысили ее качество, что очень важно в условиях Крайнего Севера. На этом все. Встретимся на канале Артик ТВ ровно через 7 дней, для того, чтобы снова подвести итоги. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова